Позади еще одна насыщенная спортивная неделя. Ее итоги подведем вместе в программе На этой неделе жители Новосибирской области сдавали комплекс ГТО. В столице региона получить золотой значок пытались подростки. На новой площадке стадиона Чкаловец нормативы выполняли учащиеся областной спортивной школы-интерната, хоккеисты и гимнастки. Михаил Якимов подробнее. Бег, прыжки в длину, отжимания, все необходимые нормативы участники тестирования выполняют под строгим присмотром судей. Для каждого упражнения своя часть площадки. Ее построили в конце прошлого года. Здесь все необходимое для того, чтобы выполнить нормативы комплекса ГТО. Эта площадка для выполнения нормативов комплекса ГТО самая большая в Новосибирске. Здесь есть все необходимое. Вот даже специальный стол для отжиманий, дальше зона прыжков и все-все тренажеры, с помощью которых можно подготовиться к каждому нормативу. Особенность данной площадки еще и в том, что она находится на стадионе, а значит здесь есть беговые дорожки и не отходя прямо отсюда можно выполнить не только статичные упражнения, но и сдать нормативы по бегу. С появлением таких объектов все больше жителей Новосибирской области начинает заниматься спортом и пробует заработать золотой, серебряный или бронзовый значок. С начала года только в столице региона 8 тысяч человек попытались выполнить нормативы комплекса. Здесь постоянно народ. Утром, вечером жители жилмассива приходят, занимаются. Хорошее расположение площадки. За последние годы мы сегодня уже практически, наверное, в каждом муниципальном образовании есть площадки для сдачи норм ГТО, как и центры тестирования непосредственно. Мы получаем позитивные отклики и нас, естественно, главы и руководители спорта в области просят, чтобы как можно больше таких объектов появлялось. В прошлом году такие же площадки построили в Бердске, Тагучинском и Сузунском районах. И еще пять площадок поменьше в других. В этом году Министерство спорта Новосибирской области продолжит строить специализированные площадки для ГТО в разных районах региона. В планах четыре больших, как на стадионе Чикаловец, и одна маленькая. В Куйбышеве прошел семейный фестиваль. Там нормативы сдавали уже командами. Причем обязательные условия в каждой должны были быть представители трех поколений. Участники вели борьбу по программе многоборья ГТО. Затем результаты переводились в очки, согласно специальной таблице. Такая система уравнивала шансы вне зависимости от того, кто выступал. Мальчик или девочка, бабушка или дедушка. Победителями областного фестиваля, как и год назад, стала семья Кравченко из Каргатского района. Именно они представят Новосибирскую область в Калининграде на российском финале в сентябре. Российские спортсмены вот уже несколько месяцев отстранены от участия в крупных международных турнирах. Чемпионаты мира и Европы проходят без участия наших атлетов. Главный старт года пришлось пропустить и Наталье Самохиной. Девушка-боксер должна была в мае выступить в Стамбуле на женском чемпионате мира. Чтобы не было простоя, спортсменка отбоксировала на крупном турнире в Хабаровске и выиграла там золотую медаль. А сразу после возвращения с Дальнего Востока Наталья пришла в гости в нашу студию. Наталья, добрый день. И, наверное, первый вопрос, который ты слышала уже миллион раз. Но все-таки, почему боксы, когда пришла в этот вид спорта? Здравствуй, Кристина. Ой, ну, всегда мне трудно отвечать на этот вопрос, потому что, да, с детства как-то была такая активная. Девчонка бегала, прыгала, играла. Мне все это так нравилось. Детство с мальчишками, какие-то игры в стрелялке. С детства смотрела какие-то фильмы, боевики. Джеки Чан. Да, Джеки Чан мой кумир. Тогда почему не карате? Я пробовала. Я в детстве занималась тейквондо, но, в общем, не пошло. Ну, и в итоге так вышло уже в достаточно позднем возрасте для спорта. В 21 год я пришла в единоборство, скажем так, рукопашный бой. Вот, и как-то однажды мы поучаствовали на чемпионате области по боксу в Новосибирской. То есть ты из рукопашного решила просто попробовать себя? Ну да, мы... Да, просто попробовать. Мы, в принципе, выступали на всех соревнованиях. Как бы, вот. Попробовала по боксу, и мне очень понравилось. И потом поучаствовали на чемпионате России. В 2011 году чемпионат России женский был в Новосибирске. И меня допустили, все, мы побоксировали. Я, конечно, там проиграла, но мне очень понравилась сама атмосфера, сам вид спорта. Там были титулованные спортсменки, заслуженные мастера спорта боксировали, чемпионки мира. Я на них смотрела с открытыми глазами, мне так все понравилось. И я решила остановиться на этом виде спорта. Ты говоришь, что в 2011-м попробовала первый раз я на чемпионате России. Когда пришли первые результаты и первые успехи? В 2013 году стала призером России. Третье место. Какие чувства были? Ну, это, наверное, сейчас уже нет, но на какой-то период долгого времени это была одна из самых дорогих медалей. Хоть это не чемпион России, третье место, но она для меня была по-особенному дорогая. Потому что первая? Первая такая, такой результат на чемпионате страны. И так к нему долго там шла, все равно трудно. Поэтому она мне очень сильно запомнилась. А потом были три чемпионства. Они уже по-другому воспринимались? Ну, потом да. Потом спустя, получается, спустя четыре года только стала чемпионкой России. Но это совсем другие эмоции. И после пьедестала даже такое опустошение было немножко почему-то. Я так долго шла, шла, шла. И вот она медаль, вот чемпион России. И так немножко выдохнула внутри. Было опустошение такое легкое. А мотивацию потом было сложно найти в себе? Дальше продолжать и дальше выигрывать? После первой чемпионации? Нет. На тот год был чемпионат Европы. Я попала в сборную. Меня сразу вызвали на сборы. И мы сразу стали готовиться на чемпионат Европы. Вот. Чемпионат Европы проходил в Болгарии. И так вышло, что этот чемпионат Европы были мои первые международные соревнования. Я никогда не боксировала на международной арене до этого. И сразу чемпионат Европы. Тоже было очень волнительно. Но я там стала третьей. Отличный дебют. Выполнила мастера спорта международного класса. Там же в один год. В 2017 он стал снова чемпионкой России. Но он был пустой. В плане не было ни чемпионата Европы, ни мира. И все. А потом так тоже по-разному все пошло. Там 2018 год стала призером на чемпионате России. Не отобралась никуда. Но была как бы в основном составе все равно сборной. Вот. 19-е, 20-е. Не задались для меня эти года. Не знаю по какой причине. Может быть как раз вот вы сказали про мотивацию. Может что-то со мной произошло. Немножечко как-то. Ну не то чтобы потухло как-то. Но как-то трудно стало. И конкуренция может быть подросла. Или что-то. Я как-то не так настраивалась. Не знаю. Я до сих пор вот анализирую, что это было за два года такие. Немножечко такой, ну спад получился. И триумфальное возвращение в прошлом году. Как я понимаю, ты еще сменила весовую категорию. Да, я спустилась пониже. Почему? Я вот все. Я 10 лет боксировала в одной весовой категории. Потом спустилась на категорию ниже. Ну мне так почувствовалось, скажем так. Мне стало в той весовой по определенным причинам тяжело. И я решила попробовать себя пониже спустить. Всегда же наоборот. Мне казалось, что если вес меньше, то приходится себя где-то ограничивать. Конечно, да. Теперь мне приходится себя ограничивать. Да, вес пониже, мне посложнее. То есть диета, никакого сладкого. Ну да, приходится. Да, перед соревнованиями. Конечно, тут мне, честно признаю, сложнее вес делать. Приходится полностью питание перестраивать. И где-то даже подгонять, когда я ленюсь перестроить питание. И позволяю себе лишнего. Как я понимаю, в категории, где 54 килограмма, конкуренция чуть поменьше, чем в 57. Нет, она ни в коем случае не поменьше и не слабее. Но как-то поскольку я столько лет боксировала на вес выше, а то бывала и в 60 килограмм на международных турнирах, то у меня есть опыт, скажем так, с соперницами, которые, ну, все равно тяжелее, элементарно по каким-то габаритам они повыше, посильнее. В любом случае это другая весовая, это нужно учитывать. И поскольку у меня там был достаточно большой опыт, то вес пониже мне, конечно, может быть даже в каком-то плане чуть проще. Все равно. То есть потому что девочки не габаритные, да? Сила, да. Опять же, возможно, и у меня становится не та сила, потому что я тоже вес подделал. Но как-то, да, комфортно мне. И даже вот сейчас, я думаю, может быть, это вообще моя весовая, в принципе. Вот вернулась с золотом, с Хабаровской. Что за турнир? Расскажи им подробнее. Это был международный турнир, он ежегодно проводится. Хороший аибовский турнир, на нем присваивают звание мастеров международного класса. Если есть достаточное количество стран и количество боев. В этом году как было? В этом году, ну, в связи с теми событиями, которые мы все прекрасно знаем, конечно, было меньше участников и меньше стран. Но, тем не менее, приехали и Монголия приехала, Белоруссия приехала, даже Сирия ребята приехали. Это турнир мужской и женский. Там боксируют и мужчины, и женщины. Ну, у меня было не так много в весе человека, и в итоге я провела два боя. Первый бой был с Монголией, и второй бой был с нашей российской девочкой. Как для себя оценишь турнир? Ну, золото, понятно, хорошо, вот именно по личным ощущениям. Я поняла, первое место есть, но нужно много работы еще, много работы. Что-то получилось, что-то не получилось. Конечно, личных тренеров со мной не было, но они смотрели, есть трансляцию. Конечно, после видео, после трансляции, конечно, мы созванивались, обсуждали. Ну, есть над чем работать. А тяжело было боксировать, когда тебя никто не подсказывает из угла? Ну, скажем так, синкутанты есть, были, но без тренера, конечно, сложнее. Без личного. А с кем ты тренируешься? Я тренируюсь, вот у нас есть клуб Перамаяц, я тренируюсь у заслуженного тренера России, он мастер спорта Советского Союза. Мотикин Валерий Александрович, это вот мой основной тренер, старший. Вот, сейчас ему помогает, и, в частности, со мной тоже, мастер спорта международного класса Армен Закариан. Он сам тренировался у Валерия Александровича, и мы даже успели с Арменом быть в одной команде, когда Армен сам боксировал, вот, но сейчас он, скажем так, на тренерскую деятельность переквалифицировался. И помогает Валерию Александровичу с ребятами, там, и кроме меня ребят полно, вот, и вот у них с ними, да. Вот, вот, ты сказала, что с Арменом тренировалась и выступала вместе, а боксировала ли с ними в спарринге? Ну, в парах, да. Он помогал мне, что-то подсказывал, конечно же, у него огромный опыт, как практика, он там, 20 лет уже боксирует. Конечно, он подсказывал, и в парах стояли, и сейчас, как тренер, там, и на лапах меня держит, и подсказывает, и бои со мной разбирает. Но все-таки бой с мужчиной и бой с женщиной отличаются и чем? Конечно, чем? Да, в силу. С силой? С силой, скоростью, серийностью, каким-то чутьем защиты, я могу наносить много ударов, и могу ни разу не попасть, это жутко злит. Конечно, у них реакция. Такая же женщина хитрее, не знаю, тактичнее, бой ведет. Вот, Валерий Александрович от меня этого требует, говорит, будь хитрее. Я стараюсь, но далеко не всегда получается. То есть тяжелее? Ну, конечно, тяжелее, реакция, скорость совсем другая. Силу, конечно же, они дозируют, никто со мной в полной силу, естественно, не работает, но есть реакция, есть скорость, и из-за которой я не успеваю. Ну, очень стараюсь. Вот, когда ты приходила в бокс 10 лет назад, получается, 10-12, да? Много ли девушек было, и изменилось ли их количество вот сейчас со временем? Да, было не так много сейчас, очень много. Сейчас, начиная с соревнований молодых девчонок, юниорок, молодежи, очень много. Уровень растет женского бокса. Уже далеко нет такого стереотипа, что женщина в боксе – это что-то из ряда вон выходящее. Да нет, это такой же вид спорта, где нужно обыграть, обмануть. Ну, да, и присутствует, что приходится несвойственно для девушек драться, бить, но можно же не пропускать, да? Можно не пропускать, это все от нас зависит, от нашей подготовки. А что бы ты сказала родителям, которые, может быть, боятся где-то отдавать девочек на бокс? Что бы мы боялись? Ну, во-первых, там все это обучается вообще с азов. Никто девчонок там не отпустит в какие-то там спарринги, в жесткие, если девчонка не готова еще. И это, во-первых, это физическая подготовка. Ребенок будет координирован, будет присутствовать какая-то сила у него все равно, уверенность в себе, умение постоять за себя. В целом будет ребенок физически и гармонично развиваться. И внутри. И внутри. И плюс друзья, товарищи, коллектив. Не знаю, я только за, только в определенном возрасте, наверное. Сильно молодых не надо отдавать в бокс все равно. Ну, не как ты с 20 лет тоже. Вы знаете, ну, каждому свое, каждому свое. Я сама пришла, меня не родители привели, я сама пешком пришла, нашла секцию, пришла и стала заниматься, потому что мне так захотелось. Причем мама моя не очень не одобрила изначально, я хочу сказать, она была немножечко в шоке, как и вся остальная семья. А сейчас? Сейчас, конечно, все поддерживают. Мама это вообще, мамочка моя любимая, это самый мой верный болельщик. Смотрит все мои трансляции, все бои. Смотрит, переживает. Она уже все равно смотрит. Все равно смотрит. Ну вот, как она рассказывала, вот этот чемпионат России, который прошел, и финальный бой, финал, это уже мой пятый бой был на данном чемпионате. И в финал она смотрела с закрытыми глазами, вот так вот, вот так вот. Вот, и очень сильно переживала, очень сильно волновалась, конечно. Она всегда говорит, что каждый, говорит, твой бой, это еще один седой волос на моей голове. Это еще один тренер? Да, кстати, да. Она всегда говорит, Наташа, сила удара. Наташа, говорит, вот серийно, и сила удара нужна. И там, и она мне сказала однажды, говорит, ну она, все равно она же видит, как мне иногда бывает тяжело, естественно. И она говорит, иногда говорит, а может хватит, уже столько лет, уже вроде есть какие-то регалии, может пора. Я говорю, нет, мам, я не хочу еще пока останавливаться, еще хочу побоксировать. И она мне в этот момент сказала однажды фразу, говорит, ну дочь, если взялась, иди до конца, давай, чтобы была самая лучшая у меня. И меня это как-то очень сильно подбодрило, и я прям начинаю сильно верить в себя. Спасибо большое, Наталья, что пришли. Спасибо за эту беседу и удачи на предстоящих соревнованиях. Спасибо большое. Спасибо. Новосибирские спортсмены привезли больше 20 медалей с Кубка России по тэквондо МФТ. Это хороший результат, тем более, что с каждым годом конкуренция растет, и побеждать становится все сложнее. Сейчас соревновательный сезон завершен, но спортсмены в отпуск не уходят. По сути, они уже начали подготовку к чемпионату Сибири, до которого еще больше трех месяцев. Разбить доску на такой высоте, в прыжке, трудно. Нужен не один год тренировок. Этот навык начинают отрабатывать с юного возраста, когда у тхахандистов еще первые цветные пояса. Подходя к черному поясу, ребята обладают достаточно хорошей техникой. Я бы сказал, хорошей техникой на самом деле. То есть, практически в состоянии разбить любым ударом ноги, любую доску в прыжке. То есть, там, с разворотом до 180, на 360 градусов, на 540. То есть, перепрыгивают через людей. Не только парни, но и девушки могут показать свои умения. Анастасия Сергеева, например, завоевала серебряную медаль на Кубке России за силу удара. Ну, а бронзовая – за спарринги. Мне нравится драться. Можно показать себя как-то. А никогда не интересовалась другим боевым искусством? Почему именно тхахандо? Я ходила до этого на каратэ. Получила там несколько поясов. Но в итоге тхахандо больше понравилось. Есть много дисциплин в тхахандо. Там спецтехника, разбивание досок, командные тули, командные спарринги, силы удара, тули. Ну, больше дисциплин. То есть, если ты плохо делешься, можешь в чем-то другом себя проявить. Чтобы добиться успехов в тхахандо, надо постоянно работать, двигаться вперед и ставить новые цели. Все вот четыре года я аттестовываюсь. Сначала на желтый, потом на зеленый, на зеленый, на синий, сейчас на синий-красный. В этом зале сейчас лучшие тхахандисты. Они входят в состав сборной Новосибирской области, выступили на Кубке страны по версии МФТ. Завоевали 7 золотых, 9 серебряных и 12 бронзовых медалей. Победа не дается легко. То есть, все юниорки сильные и просто так выйти и выиграть очень сложно. Юниоры сейчас действительно сильные. У тех, кто аттестовался на черный пояс, знания и умения, как у взрослых спортсменов. Не хватает только немного опыта. А основное отличие в белой полосе, которую уберут с пояса, как только им исполнится 18. Конкуренция в тхахандо МФТ возросла благодаря тому, что вырос интерес. Я помню, как мы начинали. В залах на соревнованиях собиралось по 100 человек, а в залах собиралось по 20. Это все уже давно далеко в прошлом. Мы преодолели некие в себе сложности, поменяли некую программу, поменяли себя вместе с внешней средой. И начали разделять наш вид спорта на две составляющие. Это массовый вид спорта и спорт высших достижений. У всех этих спортсменов большие планы на лето. Но отдыхать они не собираются. Впереди два тренировочных лагеря, местный и всероссийский. А затем подготовка к чемпионату и первенству Сибирского федерального округа, которое пройдет осенью в Новосибирске. На этом выпуск завершен. Следите за спортивной жизнью региона вместе со спорт-обзором на телеканале ОТС. В студии работала Кристина Латом. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин